всем привет сегодня вам расскажу немного о коллекторе смотрите когда у нас есть такие вот стримы и мы к ним применяем какие-то дополнительные методы вместе с нам довооржениями у нас есть вот такой вот метод collect который позволяет ну как вы знаете я вам уже показывал превращать наш стрим в любую коллекцию то есть лист в сет и так далее вот но на самом деле этот метод клет он намного шире он на себя принимает разные методы из пакета коллектор но есть статические методы и мы сейчас с вами разберем давайте для примера возьмем самый первый пример смотрите вас обычно это превращается в сеты или листы то есть там но обычно в этом пишите что-то типа продемонстрирую ту лист вот и у нас превратится в лист но в какой конкретный лист дам то есть то ли это арыли 100 лет linked list вы понятия не имея вы естественно хотите увеличить скорость поэтому вы но скорость работы вашего приложения и по определенной по необходимости вы можете это все превратить какой-то конкретный лист вот как раз для этого вам нужно ту коллекцию и здесь конкретный лист то есть допустим р рэй лист нее я могу передать и у меня будет коллекция ары листов могу линкед листов могу три сета могу то есть ну вы поняли концепцию да то что мы здесь просто передаем какой конкретный объект мы хотим создать не просто там листы абстрактно да вот именно какую конкретно коллекцию дальше этот коллектор еще обладает дополнительными моментами смотрите но мы можем еще получить не коллекцию а конкретное число то есть максимальная или минимальная или средняя а врач там и так далее да а вот у меня а врачом вот поэтому если мы хотим максимальная минимальная для средняя получить мы можем применить метод макс или а врач и мин бай и так далее если это max или мин то сюда еще компаратор нужно передать но это как делать, я вам тоже рассказывал. Дальше, дальше еще интересней, можем сделать, ну, смотрите, у нас коллекция чисел 1, 2, 3, 4, да, мы их можем разделить на две части, то есть у нас будут числа, которые больше двух и которые не больше двух, то есть, и у нас получится такая мапа, в которой будет два ключика, это true и false, и в true будут те, которые удовлетворили этому значению, в false те, которые, то есть у нас будет здесь два листа, первое на true, это те числа, которые удовлетворили, и в false те, которые не удовлетворили данному выражению, х меньше двух, ну, и, соответственно, вы можете разделять каким-то образом ваши стримы, то есть, когда вам отсортировать, знаете, как вы, допустим, яблоки сортируете, какие-то яблоки большие, их в одну корзину, какие-то яблоки меньше их в другую корзину, вот здесь принцип примерно такой же. Дальше, группировка, тоже очень мощная штука, позволяющая группировать это все, смотрите, представьте, у вас тоже набор чисел, но некоторые числа повторяются, и, соответственно, вы хотите собрать группы чисел, то есть, допустим, группу единиц, группу двоек, группу четверок, то есть, вы можете сделать так, вы можете указать группировку, тогда у вас получится такая мапа, первым числом будет цифра, единица, двойка, четверка, а здесь все вхождения, то есть, у нас будет две единички, одна двойка и одна четверка, вот как-то так, ну, группировка, я думаю, что те, кто с SQL-ом работают, они прекрасно понимают, а вот дальше, дальше вообще замечательный момент идет, смотрите, иногда, допустим, у вас есть необходимость, вы там считаете числа, там, один, два, три, там и так далее, но если мы работаем, скажем, с какими-нибудь массивами, нам нужно обрамлить это вот все в такие квадратные кавычки, если у нас, допустим, JSON, то нам нужно там в такие кавычки обрамлять, в общем, в начале и в конце нам иногда нужно поставить дополнительные какие-то символы, и плюс нам еще нужно поставить какой-то разделитель, где-то это символ точка, где-то точка с запятой и так далее, так вот, есть у нас коллекция каких-то значений, ну, точнее, стрим этих значений, и мы их хотим объединить, так вот, мы можем поставить разделитель и первый и последний символ, в конце у нас получится вот такой вот результат, если мы это все запустим, это все увидеть, one, two, three, вот, как видите, ничего сложного, ну, и напоследок, тоже довольно-таки интересный моментик, мы можем посчитать количество вхождений, то есть сколько у нас единиц, сколько двоек, сколько четверок, там и так далее, то есть мы их группируем, понятное дело, но при группировке мы можем еще передавать дополнительные, дополнительные методы, там, это у меня тоже где-то был пример, допустим, с маппингом, но маппинг там нам не поможет, и вот этот пример, он сделает то же самое, что и вот этот, но тем не менее, концепция здесь просто, что мы замаппили, превратили это все в турист, ладно, на этот на последний момент не обращайте внимания, суть в том, что мы в конце можем добавлять еще дополнительные вот такие вот методы, при группировке, которые будут говорить, что нам с этой группировкой делать, и вот counting, допустим, нам позволяет посчитать, сколько же у нас было вхождений, то есть у нас здесь будет integer и long, integer это наше число, 1, 2 и 4, а long это сколько вхождений, то есть или 1, или 2, то есть единиц у нас будет 2, двоек 1, 4 тоже 1, вот мы можем это запустить, продемонстрировать, вот у нас единичек было 2, 2 штуки, 2 вхождения, ну вот как-то так у нас работает наш коллектор, надеюсь, что вам было интересно, следующий урок, обязательно не пропустите параллелизм, там вообще будет очень интересно, много интересней, чем здесь, это просто тоже информация, которую вы тоже должны знать, но может она не была настолько интересной для вас, но надеюсь, хоть чуть-чуть было интересно и поучительно, на сегодня все, всем спасибо за внимание, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока!